На Гомельщине начинается проведение рейдов по затриманию браконьеров, которые занимаются высеканием елок. А прочь от агона перед днем Нового года Лязгаса установили додатковые фотопастки. Что тычется пока ранее за такой вид браконьерства, то по мерам штрафа для физичных особ может достигать 50 базовых величин. Как не сапсовать себе свято, ведая Олег Синсерову. Была некая такая детячая песня об том, что в лесе народилась елка, и там она росла. Но зимой ее стало холодно, по этой причине добрые люди всех принесли до дому. По судности таких лопат – это случайное браконьерство. Мечтым на этой песне выросло не одно поколение. У вугле факту новогоднего браконьерства зараз стало значимым меньше, чем я еще не к 10 годам тому. Но и они все еще сустаркаются. Люди разыкуйте, даже не глядите на достатково значимые штрафы, продовлеженные административным кодексом от 5 до 50 базовых величин для физичных особ. По грошам увеличения – это от 122 до 1225 рублей. С 21-го снежного сочи за парадком начнутся автоинспекция и все природоохранные службы. Гомельским опытным лесхозам в преддверии новогодних праздников проводятся усиленные рейдовые мероприятия. Согласованы графики проведения рейдов с ГАИ УВД Гомельского облсполкома. Также будут проводиться мероприятия с инспекцией охраны при президенте животного и растительного мира. Таким образом уделяется особое внимание обследованию молодняков, лесных культур, прилегающим к дорогам. В плане борьбы с браконьерами фотопастки в уголе достаточно эффективные. Зауважить их складано, а в лесгасе сигнал отримывается практически в режиме реального часа. Есть мягчимость оперативно затримать порушальника. Больше легкий и безопасный способ отримать новогоднее древо. Официально набыть его в лесничестве. А выйдется это в разы тоней, чем даже минимальный штраф за незаконное высекание. Мы сами заготавливаем лесная охрана, работники лесного хозяйства. Заготавливают сосенки эти, потому что так как у нас ельников нет у молодых, в основном сосенки. Привозим их в лесничество. Человек приходит, выбирает, идет, оплачивает. Ему выписывается накладная, и он с накладной идет домой вместе с елочкой. Есть одна махчимость не сопствовать новогоднего свято. Набыть елку на кермышах с 22-го госнежни. Тут подчинется реализация живых древ, а поколь – широкий выбор штучных на любой густ и кошт от 80 до 350 рублей. Самые дорогие – силиконовые. Реализаторы кажут, что якостную штучную елку можно выкористовывать как минимум 10 годов. Олег Синтеров, Владимир Гопанько, телерадиокомпания «Гомель».